Вы знаете, друзья, что такое причастие вечера Господня? Это серьезный вопрос. И во многих церквях это уже стало обрядом, как бы каким-то ритуалом. И обрядом любое служение становится тогда, когда над ним не размышляют. И я недавно пережил, ну недавно, в прошлую субботу у нас было причастие в той общине, где я сейчас пастором, это Марка Волчок, Запорожская первая община. И я для себя впервые столкнулся, насколько я размышляю над тем, что происходит. Не стало ли для меня, как служить, или это уже чем-то, знаете, таким обыденным, формальным? И я понял, что это очень серьезный вопрос. Несколько слов хочу сказать, что я продолжаю служение в Запорожской первой общине. Это улица Маркова, Учел, 19, Верхняя Охортица. Кто знает Запорожье, это районе Запорожского дума. Когда-то это было село, это не был город. Эта община очень старинная. Насколько я понял, это третья община, ну если так можно сказать, по возрасту, на Украине. Ее основал Ферк, проповедник, тот, который вообще привез адвентизм в Россию. И он основал эту общину в городе Александровске тогда. И в истоках этой общины стояли родственники Степана Альбертовича Кампена, хорошо вам известно. В частности, его прадедушка, он был в свое время. Они основали эту общину, выходцы из Менонита. Менониты это были голландцы, или как их называли немцы, которые в свое время приняли Трехангельскую весть. То есть это общине намного больше ста лет. Я так и не понял, насколько больше, раз ли сведения, говорю. Но община весьма старинная и древняя. Но самое интересное, я знаю, что и Бердянская община тоже немолодая. Насколько я помню, 1908 год, это был год, когда сюда приехал проповедник, который привез Бердянск в Трехангельскую весть. Или 1908, или 1909 год. Но я понимаю, что все корни там в первой общине, на Ялтинской. Там есть сестры, которые действительно имеют корни глубокие. Наша община помоложе. Но зачем я все это говорю? Чтобы вы сохраняли тот дух, который у вас есть. Знаете, как-то приезжаю во вторую общину Бердянскую. Я понимаю, что это субъективное мнение. Я как и человек, я не могу. Объективен только Бог. И только у Него правда. И я не хочу сказать, что это какая-то панацея, истина во всех инстанциях. Я просто хочу сказать, что так как я сейчас отвечаю за субботнюю школу в конференции. И посещаю многие общины. Ну почему-то мне вот в Бердянской как-то особенно. И вот у вас как-то и служение. Оно и, вы знаете, оно такое четкое. Оно не расслабляет. Но в то же время оно такое какое-то домашнее. Доверенность вот эта есть, открытость. Это слава Богу. И, наверное, если взять урок нашей субботней школы, что вот эти взаимно скрепляющие узы, они способствуют здоровью. Мы как-то с Алиной Романовной прикинули, и подтверждение получили в Бердянской, что у вас уже четыре человека достигли почти 90 лет. Но это о многом говорит. Я знаю, восьмой десяток, уже не один переступил. Это говорит о том, что мы действительно в церкви получаем вот это исцеление. Когда действительно есть вот это общение. И это общение особенно укрепляется на вечере Господня. Но сегодня хотелось бы поговорить немножко о другом. О том, что вечер – это все-таки прикосновение к святыне. Знаете, как-то в последнее время в Новом Завете, ну в церквях Нового Завета, иногда это звучит и в адвентизме, что все становится, у некоторых людей представление, что все становится довольно легким. Прими Христа как Спасителя, исповедуй это устами, и все уляжется. Знаете, такой какой-то стал легкий взгляд у кого-то облегченный на все, на исцеление. Вот исцеление тоже говорят. А что там исцеляться? Вот как Христос подошел, прикоснулся, мертвый встал. Что-то голову ворочит. Знаете, каяться от того, греха своих признаваться. Как-то все очень легко. Вы знаете, люди как-то очень однобоко стали читать Библию. Они забывают, что женщина, которая прикоснулась ко Христу, исцелилась. Сколько она шла к этому прикосновению? Двенадцать лет. Ну зачем, если это так легко? Чего Бог именно сказал, что двенадцать лет она шла к этому прикосновению? А человек, который лежал у потока и ждал, пока ангел войдет, и вода нащьет бурли. Сколько лет он там лежал? Тридцать восемь. Тридцать восемь. Почему это все выбрасывается? И как-то сейчас к христианству подошел, человек и сидел. А тридцать восемь лет куда-то девать? Чего он там вылежал со своей головой, да? И сколько он передумал? И сколько у него произошло там в уме превращений? А эти прокаженные, которые шли и чуть ли не касались Христа, а это было запрещено. Как вы думаете, сколько они шли к этому прикосновению? Ведь далеко не все прокаженные подходили к Христу так признан. Это ведь о том, что путь исцеления остался тот же. К Христу прикасались и изделялись те, которые уже двенадцать лет шли, что этим путем. Библия не изменилась. В Библии мгновеных, мгновенок быстрых, односекундных нету. Бог себе не противоречит. А Исайя 58 глава говорит, когда ты разрушишь ярмо, когда ты угнетенных отпустишь на свободу, когда ты голодных ведешь в свой дом и не будешь поднимать перст, тогда что? Исцеление твое быстро возрастет. Поэтому я переживаю, что христиане так начали некоторые немножко по-другому читать Библию. Я не забываю, что двенадцать лет одна шла, другой тридцать восемь лет шел, а некоторые я вообще не знаю, сколько шли. Поэтому все осталось по-прежнему. Путь исцеления остался тот же. Сначала отпусти, разрушь, а потом уже что? Все. Прикосновение произойдет. Зачем я это говорю? Потому что вечер это тоже путь к исцелению. И духа, и души, и тела. Давайте прочитаем, что Павел говорит о вечере. Откроем первое послание Коринфянам, одиннадцатая глава. С двадцать восьмого по тридцать второй текст. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет и чаши сей. Итак, Павел прежде всего говорит, прежде чем прикоснуться к чаше и к хлебу, вы должны себя испытать. А почему? Вы знаете, опять же, в христианском мире, вот в современном, опять же, в некоторых таких головах сидит такое понятие, что Христос стал очень доступным, и общение с ним ни к чему не обязывает. Можно Христа даже подойти, огнять и похлопать по плечу. Я даже, знаете, видел такой фильм, ну, христианский, ну, как называется христианский, о Христе. Где в конце фильма Христос идет в джинсовом костюме, такие волосы, и детей на руках держит, и чуть ли не на гитаре там играет с молодежью. Ну, такого Христа сейчас представляют. Знаете, в христианском мире такое понятие, что Бог Ветхого Завета, вот это Бог. Человек прикоснулся только к ковчегу, и упал сразу, что? Поражен. А теперь пришел Христос, и все это отменил. Касайтесь, целуйтесь, прикасайтесь, никаких проблем. С вами все будет в порядке. Так ли это? Иногда можно даже перед Христом потанцевать, попрыгать, даже упасть можно на спину, покрутиться вот так, и такое видел на богослужении. Реально, все будет нормально. Христос теперь не такой, как тот Бог. Он Бог Ветхого Завета, да. Там к ковчегу прикоснулся и упал. Там первосвященник, прежде чем войти в святое святые, должен был много чего еще сделать, да. За семью покаяться, жертву прости. В Новом Завете такого нет. Приходи, братайся с Богом, и таким же уйдешь. Вы знаете, Павел пишет, друзья мои, будьте осторожны, Бог остается тот же. И Павел пишет, друзья мои, не обманитесь. Испытывайте, когда особенно хотите прикоснуться к Богу. С чем вы прикоснетесь? Мы задумывались, сидя на вечер, с чем мы сегодня сюда пришли? Потому что уйти мы можем отсюда, знаете, не с благословением, а проклятием. Потому что Павел пишет, дальше, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот вам и результат. Можно уйти или с благословением, или осуждением. Бог не изменился. Святое, святое святых осталось. И если мы хотим прикоснуться к святым символам, а это так, это же все символизирует тело и кровь Христа, то Бог спрашивает, с каким сердцем вы хотите коснуться? Потому что иногда первосвященника брали и вытаскивали за ногу из святого святого. Потому что он не с тем сердцем приходил и прикасался. Поэтому вопрос, чем ближе к Богу, тем больше ответственности. И Ветхий Завет, его никто не переписывал. Ветхий Завет, вообще слово Писания. Люди, которые не знают Ветхий Завет, они в Новом Завете только будут заблуждаться. Они ничего не понимают. Потому что Ветхий Завет это основа всего. А в Ветхом Завете, я недавно читал книгу Ездры, и там тоже, в книге Ездры, и там же до этого идет второе Парлипоминон, где был такой царь Россия, а до этого был царь Езекия, которые хотели провести тоже Пасху. Ну, вечеря это у нас тоже как бы упоминание Пасхи. И Езекия молился особенно Богу. Почему? А потому что пришли многие люди, потому что служение в храме было забыто, и многие люди пришли на племенники. Езекия пригласил всех прийти, говорят, давайте Пасху сделать. И они пришли и не очистились. И Езекия молится и говорит, Господи, они пришли неочистенные, но ты прости им это. Допусти их к этой Пасхе. Написано, что Бог услышал его молитву и сказал, да, они не смогли очиститься, пусть. А Езекия говорит, а как же левитые священники не успели очиститься, что с ними делать? Бог говорит, нет. Эти пусть подожат. И стало ли вечер, когда нас таким, да пришел, что есть на сердце, то есть. Христос все простил. Христос все поймет. Но Христос говорит, видевший меня, видел кого? Отца. Поэтому Христос говорит, вы читайте Ветхий Завет, чтобы узнать, какой отец. Я не другой. Поэтому это понебратство, которое иногда царит, это легкая вера, которую иногда хотят нам навязать, она не вера библейская. Бог остается святой. И Бог говорит, приближающихся ко мне я что сделаю? Освящився. Вот почему Бог сказал Моисею, народ войдет, ты не войдешь, потому что ты приближался ко мне и не с тем духом. Поэтому Павел пишет, если вы приближаетесь к телу и крови, к символам, вы думаете, с каким сердцем вы это делаете. Это Павел говорит и мне. Сегодня брат Саша уже просил прощения. Действительно, братья и сестры, я благодарен, что у меня была Бердянская община. Потому что я многому научился в этой церкви. И самое главное, я научился тому, что церковь Божия может терпеть пастыр. Знаете, вы можете сказать что-то для красного словца, говорю, ну, каждого, пусть Бог будет каждому судья, что тут как. я благодарен, что вы меня вынесли в шесть лет. И помогли мне многое в себе увидеть. И то, что я сейчас перед вами стою, то, что есть, это, наверное, ваш огромный труд и ваша терпение. Потому что я знаю, что Дух Святой меня обличал и через вас, и так, что я иногда допускал просто грубость. Иногда я допускал те слова, которые с этой кафедрой звучать не должны быть. Это мне все Дух Святой рассказал. Иногда, может быть, я говорил правильные вещи, но вопрос, в каком духе, все это Дух Святой мне открывает и открывает, и открывает. И я стараюсь все это впитывать, потому что я приближаюсь к Господу. И Господь говорит, в тебе должны шли меня, что ты иногда видишь. Поэтому пусть Господь благословит вашу церковь, которая любит служителей, и пусть это будет особым благословением и для служителей проходить школу в Бердянской и Второй Общине. Мы друг друга учим, мы друг у друга учимся. И это говорит о том, что вечери, которые я с вами провел, они не прошли для меня бесследно. Потому что я тоже с каждой вечери следовал, а что я из себя представляю. Поэтому Павел пишет, если вы пришли на вечерю с не тем сердцем, то он дальше пишет печальные вести. Почему я сегодня говорил о проклятном? Можно с вечери уйти вот так, тридцатый текст. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Смотрите, у нас продолжаются эти записки. Болезни, болезни, болезни. И мы молимся. Но Павел пишет, иногда, может быть, тем, которые болеют, желательно подумать, а с каким сердцем они приходят на вечер. Почему я это так говорю? Потому что у вас нет вечернего служения субботнего. И после вечера вы разойдетесь по домам. Но я бывал в церквях, в которых есть утреннее служение, есть вечернее. И вот всегда так думаешь, вот прошло вечер, а какими люди приходят вечером? Вы знаете, некоторые приходили вечером такими же, как и вот. Просто идут в церкви, в которых люди действительно вот так подавали. Сказано, что надо примириться, но вот так. Я думал, какими они придут вечером? И вечером точно так же. И я думаю, разумеем ли мы, что делаем? И Бог нас начинает спасать, знаете, через что? Через болезнь, а кого-то через смерть. Вот оно, истина, Евангелие. У Бога нет легких исцелений. Христос говорит, для меня хуже, если человек с двумя глазами войдет куда? В гиену огненную. Христос говорит, я бы рад всех поисцелять, но если я исцелю человека, и он войдет в гиену огненную, Христос говорит, я что, буду этому радоваться? Лучше ему с одним глазом куда войти? в царство небесное. И Павел просит, исцели меня, Господи, а Бог говорит, тебе лучше так войти куда? В царство небесное, чем гиен. Поэтому Павел пишет, мы болеем у Бога не потому, что он жестокий, а потому, что когда начинаем болеть, начинаем думать. Вот о чем Павел пишет. Печальная весть, печальная, конечно. Павел пишет, но иначе вы приходите не размышляя. Поэтому Бог допускает кому койку, кому реанимацию, потому что иначе как? Побудить детей своих дум. И молитвы становятся другими. Скорбь это хороший рычаг в школе больше. Потому что, когда человек попадает в скорбь, он и молится по-другому. Он вдруг начинает вспоминать, что есть Писание, что есть Бог, что есть колени, на которые нужно становиться. Мы вчера, когда проводили эти все примеры, я вспомнил девять прокаженных. Я вот думал, что было на сердце Христа? Девять человек получили исцеление, они ушли далеко. Я вот так думал, для Господа, что было на его сердце? Не лучше ли было им проказу оставить? Пусть Господь меня простит, это мои размышления такие. Потому что, когда они прокаженные были, они за Христом шли. Как только проказы не стало, и людей не стало. Вот почему иногда Бог допускает в нашем исцелении тяжелый путь. Не потому, что не хочет быстро исцелить, а потому, что если быстро исцелить, мы далеко окажемся от Христа, на другой планете. И Бог, зная сердце каждого, или иного это пишет, знает, кому и когда нужно исцеляться. Потому что нужно пройти этот путь, чтобы потом, исцелившись, не убежать. И Христос удивляется, как же, где эти люди? Уже далеко. Причем это были израильтяне. Самарянин пришел, а израильтяне оказались далеко, далеко. Поэтому Бог говорит, просите об исцелении, нормально, молитесь, но думайте, что на сердце при этом имеют. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Иногда Богу нам приходится судить, потому что мы себя не судим. Как пришли вот так, так и ушли вот так. А мы сегодня говорили, что Христос говорит, заповедь какую, даю новую вам, какую? Да любите друг друга, это же заповедь. И Христос смотрит, и приходит, говорит, братья, сестры, ну что ж вы так, вот так пришли? Ведь в церкви все знают, кто как приходит, особенно пастор. Как и кто приходит. И приходишь, так иногда намекаешь, говоришь, ну сестра, ну надо тебе примириться. Хорошо примирюсь, отстань так, ну это между сроками. Примирюсь, пойду, руку пожму, ноги помою. Ну разве Христу нужны ноги мы? Ну на сердце. Поэтому если мы с бунтом пришли, с бунтом ушли, и Христос говорит, болезни и может быть смерть будут вас сопровождать. Бог будет вас так спасать. Он бунта. Поэтому Павел пишет, приходя, судите себя. Поэтому я верю, что адвентисты, это наше положение, за две недели до вечера начинают готовиться. Это не значит, что ноги начинают мыть, так, чтобы они уже были до блеска вымыли. Это за две недели, по адвентистским всем канонам, мы начинаем готовиться, вспоминать, кому мы что должны. Потому что Христос сказал так, если ты пришел к жертвеннику и вспомнил, что на брата своего, что делать? Иди решай с братом, Бог подождет. Бог не требует, чтобы мгновенно ты тут жертву придешь. Иди решай вопрос, брат. А потом приходи и решишь вопрос. Поэтому я верю, что мы как церковь приготовились к этому служению. Кому нужно позвонили, кому нужно руку пожали. Я благодарен, сегодня ко мне подходили два человека, и руки пожали. Слава Господу. Это ценно. Я не могу всем вам руки пожать. Я готов пожать всем, попросить. Если кто что-то на меня помнит, придите напомните по меня. Может от чего-то мне нужно очиститься, что я не заметил. И я очень благодарен тому, что в гердянской общине мы имели открытые беседы. Они всегда лицеприятные. И это было ценно для меня. И слава Богу, пусть такая церковь остается. У нас нет святых пастырей, которым нужно ручки целовать. У нас есть пастыри, которые тоже нуждаются в обличении, в братском, в братском любви, в братском рукопожатии. Вот это главное, чтобы этим все заканчивать. Потому что иногда обличают, а братское рукопожатие. Вот это же главное. Что сказать тебе, что ты грешник, признаю. Но если бы еще кто руку пожал, пусть Господь благословит. Поэтому я верю, что полиция вижу, что мы готовы сегодня приять вечер. Потому что вечер с этого и начинается. Зачем Христос дал много омовения? Желание веков. Страница 644, 646. Не буду сейчас читать, дома кто хочет сами прочитать. Но идея такая, что Христос, когда вошел в горницу с учениками, он ужаснулся. Он понял, что они не готовы к Пасхе. Они тоже на Пасху пришли, как обычные евреи. Для евреев это стал обряд. И когда Христос посмотрел на них, как они готовятся вкушать Пасху, то Уайт пишет следующее. Ученики находились в плену уязвленной гордыни и твердо решили не исполнять обязанность раба. И Христос пришел в ужас. Кто пришел вкушать священные символы? И они, для них же это будет осуждение. И Уайт пишет, что Христос нашел единственный выход показать им пример, как нужно готовиться к Пасху. Он стал рабом. И для них это был шок. Они этого не могли понять, что символы достоин принимать только тот, кто готов стать рабом. Тот, кто станет перед другим на колени. Не тот, кто вот так пожал и так же ушел с обидами на церковь, на пастор, на все что можно. Христос говорит, тебе в осуждение лучше не подходи. Лучше не балуйся. Не надо. Поэтому Христос, ужаснувшись, потом написанным взял, подпоясался полотенцем и стал на колени. Для них это было шок. Потому что по иудейским законам ученики служат рабину. Равины часто с учеников платы не берут по иудейским законам, как правило. Просто учился он за то, что он рабину готовил еду, мыл ему ноги, убирал дома. Вот за это он, как говорится, рабин его обручал. Для учеников было понятно, что сейчас рабин не может на колено стать и служить. Это ненормально. И когда они видели Христа, Федор говорит, да не будет с тобой, такого, что-то не то. Христос говорит, это то. Поэтому пусть Господь нас благословит, что у нас в церкви есть святое много молений. За это нужно держаться. Оно далеко не во всех церквях есть, друзья мои. В католической церкви только папа, кардинала моет ноги. В православной церкви то же самое. Только патриарх молит своему священному синодку. Может они считают, что только в них там проблемы? Не знаю. Но наша церковь считает, что проблемы у всех у нас. Ну что с того, что папа ноги там кардиналом поможет? Нету, что от этого. Но считается, что это буквально, ученикам, да? Ну а так как папа это Христос воплощенный, Твой Бог. Ну мы же знаем, что папа не воплощенный Христос. Есть другой Христос, который желает и мне ноги омыть. Вот в чем учение адвентизма. Но говорение не папа мне ноги может. А Христос. Христос в ком в человеке. Поэтому как бы хорошо нам сейчас... Сегодня говорил Валерий Никифорович, когда говорил, о, мне понравилось на молитве, нам там была пропасть кратенькая, он говорил о визуализации. Ну это такое слово, станьте, вот китайское. Ну простое. Просто размышлять, что ты делаешь. Вот что такое визуализация. Поэтому, когда мы становимся на молитву, поэтому желательно не спешить никогда молиться, а подумать, перед кем я стал молиться, кто сейчас меня слушает, что ангелы наблюдают внимательно. Уайт говорит, что ангелы даже что? Записывают все слова молитвы. Вот она визуализация. Не просто я бухнулся, я что-то кому-то говорю. Ангелы Уайт пишет, внимательно пишут, что же я там говорю. Вот как он. Вот это рисует. И молитвы станут. По-другому начну себя воспринимать. Так и на вечере. На вечере я выполняю служение Христа. Не я кому-то, но и мою. Это кто? Христос, который во мне. Он кому-то, и мою. И сестра, и брат, которые передо мной. Это кто? Это Христос. Поэтому слава Богу, что на омовении в церкви адвентистов есть. Потому что написано, есть такая цитата из «Желания веков». Когда Иисус припоясался полотенцем, чтобы омыть ноги ученикам, Он этим действием выразил желание смыть с их сердец вражду, зависть и гордость. Ноги друг к другу омываем, чтобы показать, что мы готовы принять символы. Что мы пошли, примирились с кем? С братом, а потом приходим куда? К жертву. И пусть Господь нас благословит. Есть время. Много омовения. Дяконы, дяконницы будут приглашать. Я думаю, что нам есть хорошая возможность оставаться на местах. Будем петь псалмы, размышлять. И если Дух Святой еще кому-то что-то напомнит, никогда не поздно. выйти во двор, пожать руку, обняться, святое лапзание может, если брат брату, сестра, сестре, и попросить друг у друга прощения. Вот тогда такая вечеря будет не в осуждении, а в оправдании. Именно на такой вечере мечтал Христос. Давайте помолимся, чтобы она у нас так и пошла.